Казалось бы, чем заняться летом на горнолыжном курорте? Я вам отвечу. Чилить по полной программе. Я в этом мало-мало понимаю. Я Саша Волокитин и сегодня я расскажу вам, как можно по кайфу отдохнуть на горнолыжном комплексе. Благодать в самый разгар летнего сезона. Если ты небольшой любитель валяться на шезлонгах, можешь поваляться на травке. Здесь имеется замечательный зеленый натуральный газон. Клевер, подорожник. Все, как мы любим. Вот по правую руку от меня есть своя маленькая тропа здоровья. Поднимаешься вверх и можно прогуляться практически до самой канатной дороги. Если нужно чем-то занять детей, песочница, качели, турники, брусья, ну это, конечно, для спортивной малышни. Что мне нравится здесь в благодати, это отношение к своим гостям. Хочешь ортопедическую подушку, приходишь на ресепшн, говоришь, я хочу ортопедическую подушку. Получаешь ее. Хочешь полотенце, если валяешься на шезлонге, зачем это тебе понадобилось? Бесплатно. На, пожалуйста, полотенце. Все для клиентов, все для друзей, все для гостей. Сегодня я живу в номере номер 32. Так, хвоста нет. Все, что нужно. Шампунь, гель для душа и даже бальзам, ополаскиватель, зубная щетка и стакан, чтобы, знаете, утром почистил зубки. Ммм, свежесть, бодряк и так далее. И я, между прочим, в этот раз приехал не один. Со своими мальцами Ирочка и Алешка. Вот она. Прямо под нашим балконом детская площадка, где будут гулять мои спиногрызы. Вы посмотрите, какой вид из окна. Сейчас еще только середина лета, но буквально скоро уже, мы же в Сибири живем, пойдет снег. И все будут гонять здесь на сноубордах и горных лыжах. Мы обязательно приедем и тоже подключимся к этим отдыхающим. А моя, моя, ну, та самая блондинка с волосами чуть ниже попы будет загорать вот на этом потрясающем шезлонге. Но это будет завтра. А пока я один и весь номер в моем распоряжении. Телевизор один, здесь большой диван. Полотно. Полотно-полотнище. Спальня. Большой шкаф и... Койка, да. Меня предупредили, что если будешь прыгать на койку, делай же как-нибудь аккуратнее, потому что на тебя койк не напасешься. В общем, здорово. Номер просторный, классный. И многие, знаешь, кто приезжают с вот такими огромными золотыми цепями, все в бриллиантах, в украшениях. Они говорят, господи, а есть ли сейф вообще? Да, есть. Вот сейф. Сюда вы можете спрятать свои драгоценности. После этого накинуть халат и щеголять по номеру. Чувствую себя королем жизни. Ну, если спросите, что нравится мне больше всего. Вид из окна. Или, может быть, кровать. Или, может быть, то, что здесь вип-уборная. Нет. Вот полотно. Полотно моего любимого художника. По-моему, это Клод Мане. Но я могу ошибаться. Здесь, в ресторане «Благодать» существует целых два вида завтрака. Один классический работает с 8 до 11. Вот видите его на моем столе. Это блинчики, в моем случае яичница, кофе и нарезка. И второй завтрак уже внизу там на летней террасе. Гриль завтрака от Андрея Страмилова, шеф-повара. Рестаана «Благодать». Он работает с 10 до 12. Можно позавтракать целых два раза. Позавтракал в 8 метра, а потом позавтракал в 11. Согласитесь, удобно. Для тех, кто любит поесть, так вообще сказка. Перед тем, как подняться на гору, можно остановиться и посмотреть, какие сувениры продаются здесь внизу. Смотри, барашки продаются, например. Барашки мощнейшие. Вот такие. Это мех натуральный. Мех натуральный. Пахнет, как папаха из Дагестана, который я привозил. Собственно, белки, да, какие-то? Белки. Мишки. Все из натурального меха. Кошки. Кошки, вот, смотрите. Детям очень понравится, мне кажется, кошка. Барундуков нет у вас? Барундуки наверху. Барундуки. Наверху, чтобы спустился. Видел бурундука, приобрел здесь барундука. Что он хотелось? На заметочку взять обязательно. Здесь продаются ножи, орехи, какая-то вкусняшка вот такая. Что такое? Щербет. Это такой щербет? Здесь орешки всякие разные идут. И получается с супа-фруктом перемешивать очень полезно. То есть пока поднимаешься на церковку, с голоду умереть невозможно. Энергетический запас, так сказать. И смотрите, даже черчхела появилась здесь в продаже в Белокулихе. Не только на море она теперь есть, но и здесь. А с ума уже давно. Да, смотри, и орехи, каких только нет. И вот такой орех с ключиком, который... Макадамия. Нужно, как это называется? Астралитский орех Макадамия. Макадамия. И пекан, вот мой любимый, тоже южный орех. Кизил продается. Все, все, не надо ехать никуда. Никакого юга, юг отменяется. Все едем в Белокулиху, вообще и абсолютно. Это ждун. И есть еще лягуха такая. Сноубордический котофей. Чебурашка. В общем, все друзья из детства. Вот пятачок. Обалденно. Мне кажется, детям это должно все очень нравиться. А вот мой любимый герой из детства. Кусь Домовой. Приношу добро в дом, написано здесь. Сколько стоит, например, Домовой такой? 500 рублей. 500 рублей, а столько счастья и радости. Ну, прекрасно. Ладно. Мы, пожалуй, на гору. Пока еще поднимаемся на цирковку по старой системе. Покупаем карточку в ларьке, прикладываем к турникету и проходим. Но вот оно, уже новое оборудование. Говорят, к сезону горнолыжному здесь будет прямой доступ. Можно будет рассчитываться или телефоном, или картой. Ну, в общем, современненько. Все становится современненько. Субтитры подогнал «Симон»! Мы с Романом буквально на расстоянии вытянутой руки в кои-то веки. Слушайте, поднимаемся на церковку, дышим этим замечательным алтайским воздухом, прекрасным нашим. Но, знаете, мы прошаренные, и мы едем туда не просто так. Ведь чип-чип-чип и Дейл к нам спешат. Чип-чип-чип и Дейл лучше всех. А чип и Дейл это кто? Это бурундуки. Бурундуков наверху полным-полно. И они ручные, едят просто с ладонью у вас. Если вы не знали, мы сейчас вам приедем и покажем. Попытаемся взять обманом. Притворимся, что как будто бы... Притворюсь, что я гриб просто. Гриб или это... Мох или шайник. Вот он, вот он паразит. Сейчас будем пробовать пробраться к нему поближе. А, смотри, не тут-то было. Не совсем-то он и ручной. Иди пожрать. Иди. Иди сюда, я тебе говорю. Парень, я буду тебя угощать. Давай, го. Какая грация, господи боже мой. Элегантное животное очень. Иди сюда. Вот я говорю, главное знать, как приманить бурундука. Смотри, вот он уже. Вот он. Он на месте. Иди сюда, парень. Не бойся. Иди попробуй с ладони. Иди попробуй семечки. Сейчас он сделает еще кружок и, я думаю, подойдет. Собственно, если с бурундуками у вас не сложилось отношение так же, как и у нашей съемочной команды, можете добывать мед диких пчел. Собственно, вот таким образом искать место, где находится дупло. Но вряд ли у вас что-нибудь получится. Просто наслаждайтесь и все. Вы же был окурихе на благодати. Это класс. В общем, приедешь, зафигачишь селфи, отправишь подружке. На следующий год приедешь с подружкой. Сделайте селфи. Она отправит еще своим друзьям. Они отправят своим друзьям и так до бесконечности. И все всегда будут ездить в белокуриху. Это система пяти рукопожатий. Все работает. Здравствуй, хозяюшка. Ну вот, собственно, от кашля при простатите. Между прочим, обратите внимание, после баньки и урологический сбор. Вот чем хотят нас порадовать. Это чай. Наш любимый алтайский чай из трав, который собираете вы где собираете травы? В горном Алтае. Мочалки для бани. Там внутри мыло. Прямо, поняли? Ничего не надо мылить. Опустил воду. Оп-оп-оп. Брусничкой пахнешь. Прекрасно вообще. Шампунь. Каменное масло, шампуни. Вот, естественно, лисие хвосты. Шерегеши любят такие. Прицеплять на каски. Горнолыжники. Я думаю, здесь тоже на благодати, кто катается, делают некий такой апгрейд своих аксессуаров для активного отдыха. Мыльные пузыри. В общем, магниты и все, что хотите. А еще тапки, смотрите, как в Монголии такие же. Да, да, да. А может быть, это они и есть. Они самые. Да, они самые. В зимний период вот здесь конкретно располагается выкат с горы Цирковка. Но если вы, конечно, понимаете, о чем я. Если вы катаетесь на горных лыжах или сноуборде, вы обязательно знаете это популярное место. А вот летом отчаянный может отправиться вверх по зарослям в поход, в такой, знаете, по несуществующему маршруту. И встретить на своем пути очень много дикоросов. Таких, как ежевика, мальва, одуванчик полевой, лекарственный и много-много еще чего. Запашище. Во. Уже третий год подряд прямо здесь, у канатно-кресленной дороги, которая ведет на город Цирковка, работает палаточный кемпинг. Могут приехать сюда люди, поставить палаточки вот здесь, в подножие горы и жить себе припеваючи. Собственно, пойдем посмотрим, как они устраивают свой грудь. Ну что, неплохо устроились. Смотрите, во-первых, у них там душ есть и туалет индивидуальный. Это, видимо, большая беседка для того, чтобы здесь вечером можно посидеть внутри. Стол, две лавки, а здесь кто-то живет. Эй, есть кто-нибудь, кто тут в палатке, нет? Ну, нет никого в палатке, видимо, поднялись на гору. Здесь, смотрите, у них свое лобное место. Вот вечером люди здесь садятся. Да вот здесь жгут костер, собственно, подкидывают полежки. И говорят, сегодня мы Ольгу Бузову, значит, выгоняем с проекта. И мы, собственно, счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok